То, что к России присоединился Крым, это великолепно. В Крыму лежат мои родители на кладбище, в Крыму живет мой брат, у меня там куча родственников, моя жена родом из Крыма. И поэтому я очень хорошо, как бы, все время мониторил ситуацию, что там происходило и что там происходит сейчас. Мало того, недавно я участвовал в такой большой конференции по Крыму, где обсуждали сегодняшние проблемы. И могу вам сказать, что все проблемы решаемы. Все, что сейчас в Крыму, ну, как бы, еще не притерлось, все, что не устаканилось, все притрется и устаканится. Крым – это великолепное побережье, это территория огромная, это огромные возможности. Воду, ну, можно опреснять, Сингапур тоже сидел без воды и сейчас продает ее. То есть с водой вопрос решаем, ветряков понаставят, мост построят со временем. Крым будет приносить только пользу. Но то, что он должен был быть российским, это однозначно, потому что к Украине он не имел никакого отношения. Я могу сказать так. Украина ненавидела Крым. Вот только так можно объяснить ее поведение по отношению к Крыму. И крымчане это чувствовали. Скажем, за 23 года независимости, то и Украины, и 23 года нахождения Крыма в составе Украины, не появилось ни одной песни на украинском языке о Крыме. Это показатель. Люди не пели о том, что они живут на Украине. Поэтому все правильно, все так и должно быть, и со временем все будет хорошо.